Добрый день, уважаемые зрители! С вами доктор Константин. Сегодня любые боли в желудке при лихорадке. Вот человек чувствует, что его начинает лихорадить. Что такое лихорадить? Это повышение температуры тела со знобом и с различными проявлениями недомогания, дискомфорта всего тела. Но самый большой дискомфорт отражается на органе желудка. Человек начинает что? Боль, дискомфорт, начинает крутить желудок, начинает какие-то боли проявлять себя. Это нормально? Да, это нормально. Скажите спасибо, что лихорадка вам показала ваше уязвимое место. Это хорошо. Вы должны с последующим после этой лихорадки укреплять свой желудок. Для того, чтобы укреплять свой желудок, нужно провести диагностику 12 меридианов. Почему? Потому что весь лучший кишечный тракт контролирует все 12 меридианов. И вот представьте, лихорадка. Человек сам воспален, и еще лихорадка его воспалила. У него много энергии, и еще лихорадка принесла энергию. Что? Энергия начинает правильно, она начинает бороться. Ини-янь начинает что? Между собой выяснять, кто господствует в этом, скажем так, теле, либо в организме, либо чья сильная энергетика, инская, либо янская. Что нужно человеку? Ну, как всегда у нас повышение температуры начинает что? Сбивать температуру, вот, и потом ее удерживать. Правильно или нет? Неправильно. Ну, по всем критериям правильно, но помните, что температура тела может зависеть не только от кишечника, но также и от почек. И от многих-многих факторов. Потому человеку нужно прежде всего что? Выяснить, как пришла лихорадка и от чего? Либо откуда она зашла? Где? Вы, может, простудились. Может, ваша работа приутомила вас. Может, вы воспалились, а тут еще и простуда, сквозняк. Очень много факторов. Потому, прежде всего, исследуйте себя, и вы поймете, откуда приходит ваша болезнь. Что нужно сделать человеку? Да, мы забыли сказать, что западная медицина в основном насчитывает около 10 видов лихорадок. Но мы сегодня говорим именно о лихорадке, которая бьет по желудку. Данную точку В21ВШ нужно что? Расслабить. Либо расслаблять. Тем самым нужно что? Расслабить тело. К этой точке можно добавить точку Е36, точку ГА4. Если не хватит, то точку П7. Расслабить человека. Жрать на эту всю процедуру сделать перед сном. Но если у человека такие, скажем так, боли, которые он терпеть не может, конечно же, что нужно помогать сразу же. А точку ГА4 Е36 перед сном, чтобы человек что? Больше погрузился в сон, больше его расслабило. И во сне что? Перезагрузка пошла всего организма в целом. Поэтому данную точку и точки, которые мы здесь вам назвали, нужно расслаблять. Но помните, если у вас лихорадка постоянно настигает и боли в желудке не стихают, нужно провести диагностику 12 миллионов и восстанавливать их в норме. Спасибо за внимание.